В селе Бокино торжественно открыли мост через канал реки Цны. Его построили в кратчайшие сроки по госпрограмме развития транспортной системы и дорожного хозяйства области. Для местных жителей это долгожданное событие. Через мост пролегает единственная дорога к одной из сельских улиц, а также к садовым товариществам. Елена Синельникова расскажет, какую проблему поможет решить новая переправа. Событие века. Наверное, так было бы правильно назвать церемонию открытия моста. Хорошей дороги местные жители здесь не припомнят. Между тем, на улице Заречной, расположенной за мостом, проживает порядка 150 человек, а в летний сезон ещё и дачники. Здесь был очень плохой мост. Яма на мосту была, очень было опасно, неохорожено было. И машины, ну страшно было переезжать, даже на велосипеде было. Я езжу на велосипеде, даже на велосипеде было порой страшно. Проблему усугубляли весенние паводки. Мост проходит через канал реки Цны, который соединяет главную водную артерию региона с прудами рыбхоза. В период подъёма воды проехать по ветхому сооружению через глубокий овраг было невозможно. То есть здесь и СНТ, и жители, которые живут постоянно, не имеют доступа по дороге к своим жилищам, к своим строениям. Теперь эта проблема, я надеюсь, надолго устранена. Строительство моста обошлось в 3 миллиона 300 тысяч рублей. Минимум из местного бюджета основную сумму получили по федеральной программе. Без существенной поддержки в селе вряд ли смогли бы решить проблему. Наш бюджет Бокинского сельсовета и других поселений не позволит отремонтировать так качественно дороги. И сделать вот такие, как сегодня мы сдаём, отрезки дорог, которые, можно сказать, жизнеобеспечивают жизневажность нашего населения. Благодаря участию в федеральной программе только в Бокине за последние годы качественно отремонтировали 12 километров дорог. В целом по району в этом году планируют построить более 6 километров дорог по направлениям Эльдорадо и Серебряки. Плюс текущий ремонт. Елена Синельникова, Александр Тормосов. Вести. Тамбов.